Всем привет, с вами Диодант, сегодня у нас вторая серия прохождения Рим 2 Тоталвар, Цезарь в Галии. Ну и давайте вспомним вкратце, что у нас происходило в предыдущем. В начале серии мне внезапно сказали, что Гильветт оказывается очень опасные противники, мне стоит их опасаться, но в результате мы с ними разобрались без каких-либо препятствий или происшествий, взяли Актадур, и теперь спокойно ждем, пока он перестроится. Я так немного расслабился, начал отдыхать, мне казалось, что, ребята, никто со мной не будет воевать, и мы спокойно наберем себе кучу войск и пойдем дальше захватывать остальные территории. Но тут коварные кадурки решили объединиться, напали на меня, потом еще ввязались в войну с помощью арвернов, а, кстати, арверны это, ребята, непростые, это галы, черт подери, какие арверны. Это галы, которые, может быть, попытаются напасть на моих потенциальных союзников. То есть вы все помните прекрасно, да, что у меня здесь есть небольшой буфер, это Алаборги и Эдуи. Давайте посмотрим на отношения между этими двумя государствами. То есть если Алаборги, а не с арверными... А, это мы воюем с арверными. У них отношения, в принципе-то, нормальные. Они, знаете, сохраняют нейтралитет. А вот у Эдуиев, у них такая небольшая напряженка. Но у них оборонительный союз это Мандубия, какая-то неоткрытая фракция, наверняка она находится на западе. У нас же вот какая ситуация. Нам необходимо идти разбираться с этой конфедерацией кельтов. Очень уж она меня беспокоит. Ну и нельзя потерять Нарбонскую Галлию. Я думаю, вы все это прекрасно понимаете. Поэтому что мы с вами делаем? Нанимаем войска в легионе первом Галлика, потом на ускоренном марше отправляемся на восток. И сейчас мой агент уже должен узнать, что творится в Турикуме. Это столица... Ага, новое особенное. Захватить поселение Толоса. Но, естественно, я никуда туда отправляться не буду. Я в этом просто не вижу никакого смысла. Я тут смотрю, что появляются вот эти коварные ребята. Сила Часобазия. Короткие мечи, огромное количество кельтских пращенков. То есть здесь все-таки без кавалерии мне не обойтись. И в Турикуме, в принципе-то, никого и нету. Если так посмотреть, да. То есть в конфедерации кельтов есть только две такие относительно небольшие армии. В Верцелах что мы делаем? Ставим амфитеатр, дом работорговца. Или лавку деликатесов. Доход от местной торговли, да. Здесь же пища. Доход от земледелия. Но с пищей у нас ситуация, в принципе-то, относительно неплохая. И в Актадуре у меня войска уже есть. Тут правда, 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 правда. Через один ход у меня построятся казармы вот эти, да. И я смогу нанимать кавалерию. То есть придется мне подождать и немножко посидеть. Но в Нарбо-Марцусе, я думаю, всем понятно, что надо сносить это здание и все-таки уже переходить в более агрессивное русло. То есть вот эти провинции, Генуя, Верцелы, Медиаланы и Поленция, это чисто мирные поселения, да. Я думаю, всем это прекрасно понятно. Там у нас будет военная база, плацдарм для дальнейшего наступления. Общественный туалет. Это существенно повышает общественный порядок, рост заход и культурное влияние Рима. Так, а какие тут у нас еще? Культурное влияние, общественный порядок и рост заход. Давайте, наверное, все-таки это дело возьмем. Потом усадьбу, а точнее выгоду, чтобы мне побольше денежек. Ну и наблюдаем за действиями конфедерации кельтов. Пойдут ли они дальше? Но ребята стоят на границе, в принципе, их можно понять. Они очень беспокоятся за своей территорией. И нашего тайного агента раскрыли. Конфедерация кельтов. Но мне кажется, они так и будут стоять. Им, в принципе, это нелогично пытаться зачем-то переходить на нашу территорию. Это будет слишком такой агрессивный намек. В принципе, мне самое главное, чтобы я не воевал на два фронта, как это было, допустим, в империи селивкидов. Очень большая проблема. И вот уже появляются рутены, так называемые. И кадурки пока что не проявляют никакой агрессии. Они где-то там у себя находятся и там тусят. Я же, пользуясь этой небольшой передышкой, построю марсовое поле, чтобы у меня появилась возможность нанимать хотя бы легионеров. Да, это не самые лучшие войска, но хоть что-то. И вот уже у меня появляется возможность нанимать конницу легиона, да? Жалко, только денежек не хватает на третий отряд. Но, в принципе, у меня есть легкие всадники, у меня есть легионеры, у меня есть кельтские воины. То есть это довольно неплохой набор. Ага, смотрите, и вот конфедерация кельтов уже появляется рядом с Медиаланом. То есть ребята, в принципе, дают мне понять, мол, если что, мы готовы действовать. На что я отвечаю. Окей, ребята, если вы горите таким желанием, то без проблем подходите к Медиалану. Ну, я покажу вам, где раки зимуют, как говорится. И такая вот у нас, знаете, небольшая интрижка, и бравируем мускулами. И я говорю, что в случае чего вам будет очень больно, и они. Ага, и вот уже вражеские войска все-таки напали. Знаете, так внезапно не появились. Ну, давайте отправляемся на поле битвы. Нам необходимо отстоять этот город, и потерять его будет, ну, слишком глупо как-то с моей стороны. Тем более, что я тут рассчитывал построить какую-то мега, мега-крутую базу. Плацарм для наступления. А если сейчас я это просто возьму и профукаю, то это будет вообще довольно смешно. Но, в принципе, армия противника это копейщики. Ну, несколько от стрелковых отрядов. Я думаю, мы тут без проблем сможем отбиться. Но если только балансе Рима 2 Total War там что-то вообще жутко не поменял, и вся эта ватага бомжей просто задает меня числом. Я допускаю такую возможность. А так как в Рим 2 я не играл очень-очень давно. Ну вот она, вражеская армия. В принципе-то здесь что мы будем делать? Я не думаю, что они пойдут прям со всех щелей, попытаются меня окружить. Да даже если и так, то я без проблем смогу всю эту территорию перекрыть. В общем-то здесь у нас будут находиться крестьяне-новобранцы. Это буфер. То есть сначала противнику придется разобраться с этими бомжами. Впрочем, я могу даже и здесь попытаться дать бой. Но нет, здесь все-таки слишком широкий фронт. Надо будет мне немножко подождать. А спереди, ну, спереди находится плебс. В принципе, стандартная тактика для меня. Я думаю, вы это знаете. Когда плебс принимает на себя урон. Стрелковый основной, да. Или если кавалерия пытается там привнести чардж. Собственно, здесь у нас тоже будет находиться крестьяне-новобранцы. Я думаю, одного отряда здесь хватит. Ага, центр-то у нас здесь оказывается. Вот это вот очень неприятный поворот. Как-то, знаете, даже немного странное расположение войск на самом деле. Но оставляем здесь второй плебс. В принципе, будем смотреть по ситуации. Куда нам отправлять войска. Я просто реально очень давно не играл. И не знаю, куда они пойдут. Может быть, они вообще там попытаются обойти меня по флангу. Но это не играет вообще никакой роли. Легионеры у меня остаются в центре. И противник не сможет просто взять так и сыграть на моей глупости. И по-быстренькому оказаться там. Я думаю, это всем понятно. Здесь я оставлю еще один отряд. Своих воинов. Вот попробую тоже кое-что укрепить. Вот так вот, да. Ну и смотрим, куда пойдут эти ребята. Ну, мне кажется, что все-таки они пойдут прямо. Поэтому я туда заранее парочку отрядов легионеров перегоняю. Самое главное, чтобы они вовремя вступили в бой. Я извиняюсь, если вам слышно, как я пью чаек. Ну, я вообще не знаю, хоть в последнее время, извиняюсь за такие подробности, проблемы с носом. И говорить бывает немного трудно. Ну, то есть, не знаю даже, как объяснить. С трудом выговорил и некоторые слова. Почему-то вот такая ересь у меня начинает твориться. Ну, не суть. Я думаю, это последнее, что вас волнует. И не буду забивать вам этим голову. Ну, вот плебс. Такие серьезные ребята. Морячки. Морячки и качки. Сзади крестьяне-новобранцы. Такие, знаете, крестьяне... Крестьяне ого-го. И вот уже вражеские войска постепенно подходят. Кельтские воины, крестьяне-новобранцы. Да, в принципе, да. Армия бомжей. Я не думаю, что они тут прям-таки возьмут и внезапно пытаются держать победу. Мне кажется, это будет очень странно, если я солью эту битву. Так, ну что мы видим? Ребята, вот уже приближаются к плебсу. Сейчас, собственно, начнется тотальное веселье. Мы выключаем режим перестрелки. Начинаем уже забрасывать противника копьями. Ох, посмотрите-то, как вообще снесло просто первый ряд. Это очень забавно выглядело. Ну, вот видите, что плебс, он пригодился. По крайней мере, они первый выстрел на себя словили. Тут главное, знаете, что не допустить? Чтобы меня как-то внезапно не опрокинули. То есть это будет довольно неприятно, если вот ребята просто возьмут, ворвутся, уничтожат сейчас всех этих крестьян. А потом уже перейдут к застрельщикам. И я, соответственно, никак не успею отреагировать. Ну вот, мы видим, что у искусственного интеллекта появились частички разума в его голове. То есть они решили разделить свои силы. Но я, в принципе, к этому тоже готов. Ребята, ради бога. Можете разделять свои силы сколько угодно. Тут уже в бой вступают легионеры. И начинается... Ладно, не буду я затрагивать тему Украины, ибо она всех уже реально достала. Но я думаю, что после вот этого месяца постоянного упоминания этой темы уже у всех проводятся определенные аналогии в голове. Ну да ладно, не будем о грустном. В итоге крестьяне-новобранцы пытаются прорваться сквозь строй наших легионеров. Хотя легионеры в бой толком-то даже и не вступили. Спокойно ребята держат ситуацию, контролируют, не дают противнику прорваться. Единственное, что мои застрельщики как-то не особо-то и активно стреляют. Плебс здесь тоже пострадал, свою задачу выполнил. Далее наемные гальские воины уже приступают постепенно к моим крестьянам-новобранцам. В центре что у нас происходит? Кстати, давайте-ка мы знаете как сделаем? Вот так вот. Мы просто возьмем, нападем. У нас все-таки здесь есть численные преимущества. И как только я эти отряды опрокину, просто возьму и спокойненько зайду в тыл к противнику. Все-таки мне кажется, что надо нашим ребятам там помочь. Там ситуация не такая простая, как кажется. Но наемные гальские воины стоят довольно неплохо. Я могу стоять, ой, сказать, что-то мне... Тут уже, знаете, такая небольшая паника происходит в некотором роде. В любом случае, есть еще один отряд легионеров-ветеранов. Я думаю, эти ребята все-таки посерьезнее. Ну и тут мы не можем прорвать строй. То есть, если раньше у тебя там элитные отряды просто в решето рвали противника, и ничего они не могли там тебе предпринять или сказать, то здесь уже ситуация немножко меняется. Видимо, что... Видим, что разрабы поработали над балансом. Но пока что держимся. Тут уже кельтские застрельщики решили, судя по всему, в ближний бой ворваться. Но это с их стороны немного глупо. Но, в общем-то, давайте мы тут не будем тянуть кота за яйца. Просто врубим ход и уже будем постепенно давать леща. Давайте, ребята, атакуйте. Ибо меня вот эти наемные гальские воины совершенно не радуют. А здесь у нас что происходит? Ну, прачники, знаете, так немножко ленивно. Тьфу, ленивно. Лениво отстреливаются, не проявляют никакой агрессии. Здесь я никак не могу прорваться. То есть, нет вот этой давки. Нет вот этого напора, чтобы прорвать противника. Это, конечно же, печально. Так, в центре что творится? Видим, что здесь... Слушайте, ребята, у нас тут уже начинаются, по ходу дела, серьезные проблемы. Протенек все-таки начинает давить. И легионеры теряют очень много отрядов. Наемные гальские воины стоят, держатся. Слушайте, вот... Нет бы искусственного интеллекта отправить просто какой-нибудь действительно отстойный отряд. Я бы его разгромил. И потом спокойненько перешел сюда. А выглядит так, как будто они специально выставили здесь тяжелую пехоту, чтобы меня отвлечь. И именно в этой ситуации попытаться одержать победу с помощью числа. Это было бы очень круто, если действительно такая задумка искусственного интеллекта. Это говорит, что разрабы действительно отработали свои денежки и отчасти сдержали обещания. И вот уже крестьяне-новобранцы у меня начинают бунтовать. А наемные гальские воины, конечно же, потрясены и шокированы. Но стоят. Стоят до конца. Можно, в принципе, знаете, как сделать? Просто взять и выбежать сюда. Ну, стандартная такая, стандартная тактика медиал-два татала, когда ты просто берешь и начинаешь уже давить. Тебе там плевать, стоят они, не стоят. Нажимаешь и давишь. Поскольку в центре, вот здесь, у нас ситуация там уже приближается постепенно к критической. И если слишком долго вот именно возиться с этим, то там, мне кажется, ничем хорошим все это добро не закончится. Но, кстати, эти ребята сейчас могут просто взять и захватить центр. Площадь, и это будет вообще очень круто с моей стороны. Ну, в общем-то, я здесь, наверное, оставлю один отряд своих копейщиков. Мне главное, чтобы вот эти вот легионеры включили кнут и перешли в наступление. Думаю, сейчас этот внезапный удар нам должен помочь. Но посмотрите, как оперативно наемные гальские всадники. Ох, слушайте, прям реально круто. Как они перекрывают, как они пытаются помешать, совершить мне вот эту мою коварную затумку. Если это действительно происходит осознанно, а не просто случайно, то, ребят, я действительно хотел бы похвалить разработчиков за то, что они так поработали над искусственным интеллектом. Ну ладно, сути это не меняет. Мы идем в атаку, нам надо помогать, атаковать с тыла. Правда, сейчас, мне кажется, просто возьмут, эти ребята скажут, типа, о, новая пачка легионеров. Ребята, спасибо, что подбросили нам просто кучу фрагов. Развернутся и дадут мне леща. Но пока что в такой ситуации у нас вроде бы и нету. Легионеры сражаются, им очень тяжело. Но и центр у нас стоит. Хотя здесь потери, тут просто огромная куча трупов. Мы видим, что битва дается, ну, нелегко, нелегко. Ну и давайте, ребята, уже пора в тыл нападать. Видите, нам постоянно здесь мешают, кого-то посылают. И все никак не удается нам разобраться. Включаем кнут. И переходим к кельтским юношам. Но здесь отстояли неплохо. Хоть против нас воевали, ну, такие тяжелые войска относительно. И победа эта далась нам очень тяжело. Но вот сейчас должен быть момент истины. К сожалению, легионеры останавливаются. Почему-то они отвлекаются на вот эту небольшую кучку вражеских войск. Хотя вот они, эти кельтские юноши. Ребята, давайте атакуйте. Ну что же вы смотрите-то на них? В этом нету никакой логики. В принципе, один отряд можно даже отправить на кельтских прачников. А остальных уже вот именно зажимать по тылам. Поскольку прачники, я думаю, тоже наносят, ну, довольно неплохое количество урона. И вот сейчас момент истины. Именно отсюда мы должны уже начинать постепенно давить. То есть, чтобы с двух сторон оказывать давление на противника. И рано или поздно вся эта ватага бомжей должна побежать. Я думаю, вам это понятно. Посмотрим, как легионеры сражаются против прачников. Ну, это по идее как нож масла. Они просто должны войти и всех порвать. Да, вот мы видим, что вражеские войска начинают уже постепенно паниковать. Все-таки вот это давление, оно оказывает свою роль. Но прачники не теряют самообладание. Просто продолжают спокойненько нарезать. Но ради бога. Ребят, настреливайте сколько вам угодно. И все. Противник уже, конечно же, посыпался. Очень тяжело сдержать такой натиск. Особенно с двух сторон. И я немножко жалею, что распустил тот самый кавалерийский отряд. Сейчас бы я тут захватил просто огромное количество пленных. Но, увы, все эти ребята у нас побегут. Да, эти ребята убегают. А здесь легионеры несут потери, кстати. Прачники нехило так обороняются, я вам могу сказать. Ну, можно уже ускорять ход битвы. Тут ничего глобального, ничего интересного. А каких-то там тактических ходов у нас, естественно, происходить не будет. Только вот знатные копейщики у нас тут... Что-то они делают нехорошее, да? Сражаются до конца. Ну, ребята, слушайте, если сейчас еще и проиграют, это будет вообще просто эпично. Ну, ребят, ну со знатными-то копейщиками можно разобраться? Ей-богу. Что же вы там никак не можете с ними? Колеблются. Ну и побежали. Побежали, ребята. Слушайте, вот начинается опять вот эта вот лабуда, когда противник не хочет отступать и дерется до конца. Точнее, не дерется до конца, он отступает, потом возвращается. А в особенности, если это прачники, то они еще и стреляют ведь. И в итоге, вы сами видите, что происходит. Отряд просто взял и убежал. Слушайте, если меня сейчас просто вот так вот эти ребята перестреляют, это будет вообще... Это будет очень глупо, как мне кажется. Прачники, конечно, страшная сила. И без конницы, я думаю, делать нечего в сражениях с такими армиями. То есть конница это залог успеха. Понимаете, они еще и леща надавали нашим войскам. Вот в чем прикол. Ну, а тут уже, естественно, в ближнем бою они ничего такого толкового сказать не могут. И им пора бы отступать. Да, победа. Заканчиваем бой, это первая победа. Действительно, очень-очень тяжело удалась нам эта битва. Хотя, казалось бы, вражеские войска это, ну, просто какой-то суповой набор из простых крестьян и вопранцев. Понятно, что у них было численное преимущество. Но все равно вспоминаются те самые первые битвы. Рим-2-Тоталвар. Когда ты, там, двумя отрядами пикинеров мог сдерживать такие орды врагов, что... Мама, не горюй. Сейчас же ситуация немножко поменялась, да? Я думаю, мы с вами это прекрасно видим. И противник стал чуть-чуть поумнее. И уже легионеры не такая имба, какие они были раньше. Хотя, я признаюсь, в Зарим вообще не играл. И против него тоже не воевал. Но просто так глядел некоторые прохождения. И, ну, там действительно легионеры это были имбы. А особенно претарианцы. Поэтому такой стереотипчик небольшой у меня образовался. Вот такие вот дела, друзья мои. Мы все-таки смогли отстоять свой город. Это очень важно, потому что сейчас у нас появится Марсово поле. И я уже смогу нанимать, ну, хотя бы нормальные войска. Первого победа. Убиваем всех пленных. И... И все. И достойная смерть. Секунду Гави Регил. Полководец. Увы и увы. Мы здесь возьмем проконсулата Галлия. Вот так вот. Тяжелая битва. Но, тем не менее, она прошла для нас успешно. Ну что, ставим на ускоренный марш наши войска. Пора уже переходить постепенно... Чуть не сказал конференции. Конфедерации кельтов. Смотрим, что на границе. На границе воины-странники. Ну, несколько стрелковых отрядов. Я думаю, это не та сила, которая там уж прямо способна что-то там предпринять. Нам надо сейчас на арбомарциусе. Что у нас с Марсовым полем? Только через один ход появятся тут войска. Нанимать наемников. Наемные итальянские копейщики. Наемные гальские лучники. Содержание которых стоит 520. Золотых. Я думаю, ребята, вы понимаете, какая это бредовая идея делать такие вещи, да? Но мы будем укреплять экономику, что я могу сказать. Укрепляем экономику. Рудник. Кстати, доход от производства плюс 100. По мне, так это... Это довольно неплохо. Ну, Актадур у нас остается без защиты, фактически, да? Мне кажется, что здесь надо было у нее все-таки не прибер отставить, а что-то на насаждение культуры Рима. В любом случае, даже если там восстанут товарищи против нас, они об этом очень скоро пожалеют. То есть мы постараемся сделать все для этого. Да. И на этом Актадурки, кстати, захватывают, к сожалению. Мой город и Марсово поле у меня здесь построить не получится. Я думаю, вы понимаете, что здесь, ну, никак мне не получится провести оборону. И Нарбо Марсус мы теряем. Кадурки, я могу сказать, собрали очень неплохие силы. И я теряю здесь свой плацдарм. Такая вот небольшая печальная новость. Рутены нападают. Конфедерация кельтов объявляет... Ой-ой-ой-ой-ой. Только, ребята, не говорите, что вы сейчас на меня в засаду. Нет, мне повезло. Достойная смерть в Гайкассе и Лангин. Ну, торговый договор разорван. Иду и, слушайте, и вот уже... И вот уже начинается тотальное веселье. Как я люблю это говорить. Из Медиаланни надо в срочном порядке сюда перетягивать войска. Я не знаю, либо собирать здесь еще один отряд. Проконсулаты Галии. Собираем. В принципе, я здесь смогу обороняться. Оставляем его в городе. Берем три отряда легионеров. И пойдем воевать дальше. Ладно, ребята, с вами был Диодант. Это вторая серия прохождения за Рим 2 Total War. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых серий. Всем пока-пока.